2020 год стал знаковым для экономики. Пандемия проверила на прочность многие направления бизнеса. Строительная отрасль – не исключение. По данным экспертов, прошедший год для всех регионов ознаменовался ростом цен как на первичном, так и на вторичном рынках, ростом числа реальных сделок и, конечно, неравномерным развитием рынка в течение 12 месяцев, провал в первой половине года и возвращение спроса во втором. С планами по вводу жилья тоже не все просто. Первоначально озвученные цифры впоследствии пришлось корректировать. Так произошло в Саратовской области. Впрочем, в региональном Минстрое голову пеплом посыпать не собираются. Цифрами чиновники довольны. Мы же в 2020 году в Саратовской области ввели в эксплуатацию 1 159 000 квадратных метров жилья, что составило 103,4% от этого целевого показателя. В том числе стандартного жилья мы ввели 757,5 тысяч квадратных метров. Всего организации-застройщики ввели в эксплуатацию 64 многоквартирных жилых дома на 10 036 квартир общей площадью 530,5 тысяч квадратных метров. И, соответственно, силами физических лиц введено 628,5 тысяч квадратных метров. То есть это индивидуальное жилье. Оптимизм областного Минстроя удивителен. Еще в мае ведомство обещало в рамках нацпроекта жилье и городская среда, инициированного президентом Владимиром Путиным, ввести в эксплуатацию не менее 1 миллиона 400 тысяч квадратных метров. Не удалось. И сегодня довольствуемся малым. Снижение объемов отмечалось и в Саратове. Здесь к пандемии прибавился человеческий фактор. В течение года город так и не провел ни одного аукциона по участкам под жилищное строительство. Негативно на ситуации в отрасли отразилась и земельная реформа, инициированная областной прокуратурой. В результате действий надзорного ведомства ряд строек были заморожены. На многих территориях теперь и вовсе нельзя возводить жилые дома. Падение показателей ожидаемо подхлестнуло цены на рынке. Квадратный метр начал дорожать с лета прошлого года. За третий квартал 2020 года, а на сегодняшний момент это самые свежие данные, потому что за четвертый квартал 2020 года данные будут позже. Так вот, стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке в третьем квартале 2020 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2019 года более чем на 10%, а на вторичном рынке более чем на 8%. Если брать стоимость квадратного метра жилья в абсолютных показателях, то это 43 485 рублей за один квадратный метр на первичном рынке и 41 083 рубля на вторичном рынке. В Приволжском федеральном округе это не самая высокая цена, рассказывает нам Вячеслав Сомов. Мы находимся на четвертом месте снизу по стоимости новостроек и на третьем по вторичному жилью. Самые высокие цены в республике Татарстан, а самая низкая стоимость квадратного метра жилья в Оренбургской области. Как считают эксперты, еще одним стимулом к росту цен на жилье стали меры поддержки государства. Примерно с августа того года был очень большой всплеск, прям бум покупательной способности, то есть сделка увеличилась в процентов на 50. По динамике роста цен можно сказать о том, что 2018 и 2019 года были достаточно стабильные. На начальном этапе был более дешевый квадратный метр, дом построился, соответственно, квартира выросла в цене. Но с середины, с лета 2020 года заметился очень резкий скачок. Это связано и с льготной ипотекой под 6%. Вторая, тоже достаточно важная причина, это о том, что начал дешеветь рубль. Люди переживали, что будет ситуация с того, что их деньги превратятся просто в бумажки, поэтому они тоже решили вложиться в недвижимость. Все-таки недвижимость квартиры – это стабильность. Еще одна мера поддержки государства в плане возможности улучшения жилищных условий – материнский капитал. С 1 января 2020 года он вырос до 640 тысяч рублей. Семья может направить средства на приобретение, либо на строительство жилья, на компенсацию затрат ранее построенного жилья. Или семья может направить средства материнского семейного капитала на погашение кредита, либо займа. И начиная с 2007 года, это начало действия программы, более 113 тысяч саратовских семей уже направили средства материнского капитала на улучшение жилищных условий. В 2020 году это порядка 10 тысяч семей. Возможность купить жилье под 6,5% годовых и дешевле привела к тому, что строительный рынок довольно быстро перегрелся. Людям срочно нужно было, как говорят в строительной индустрии, припарковать деньги. Несмотря на то, что льготная ипотека продлена до 1 июля 2021 года, такого ажиотажа и роста цен, как в 2020, уже не будет, считают эксперты. Более долгосрочно цена может расти, когда растут два фактора. Первый фактор – это рост доходов населения, а второй фактор – это, собственно говоря, рост численности населения. То есть должно быть, кто там будет жить, и у этих людей должны быть деньги. И еще немаловолочный фактор – это обеспеченность квадратным метром на человека. Если мы возьмем показатель 2009 года и возьмем показатель 2019 года, он вырос значительно. Саратов неплохо обеспечен, в среднем, на квадратных метрах на человека. Если мы посмотрим на миграцию населения Саратов, Саратовская область, думаю, что все в курсе, кто куда переезжает. Благо, что город сохраняет за счет приезжих из районов области и из каких-то других регионов небольшой приток населения. То есть говорить о том, что у нас массовый регион стал привлекателем для жизни или отдыха, пока нет. А если мы посмотрим на доход населения, реальные располагаемые доходы, ну, наверное, тоже нет. Соответственно, откуда цена растет? Ну, вот два фактора, да. Себестоимость, господдержка и, соответственно, припаркованные деньги, которые еще нужно парковать. Квартиры есть пока, мы не испытываем пока сильного дефицита в новостройках, но он ожидается буквально через 2-3 года, когда эти объекты, которые сейчас начали только по строительству, они закончатся. Это связано в основном с тем, что запрещено строить высотные дома. Такие застройщики, как Лестер и Шелдом, сейчас столкнулись с тем, что они не могут взять новые стройки, потому что согласование высотности дома практически невозможно. Я думаю, что снижение цен не будет в ближайшее время, потому что стоимость квадратного метра зависит от используемых материалов. Для примера, у нас сегодня была сделка с представителем организации юридического лица, они занимаются металлом и щебнем, то есть металл подорожал на 45%. Ну, соответственно, строительство стало дороже, но откаты цен не могут быть связаны именно с тем, что стало строить дороже. И это вот по всем направлениям, не только с металлом, но и щебнем, кирпичом, все стало дороже. Что касается ситуации на автомобильном рынке, то по данным Федерального агентства «Автостат», объем продаж новых автомобилей с января по октябрь 2020 года в стране составил 1 миллион 174 тысячи единиц, что на 8% меньше того же периода 2019-го. Федеральные эксперты отмечают падение рынка именно новых легковых автомобилей. При этом в Саратовской области был отмечен рост общего объема продаж транспортных средств в 2020 году по отношению к 2019-му. Как объясняют в «Саратовстате», этот вывод делается по данным фиксированных сделок со стороны крупных организаций, средних и индивидуальных предпринимателей. Что касается количества проданных автомобилей, то этот показатель мы конкретно не наблюдаем. Но о количестве продаж можно сделать вывод по объему продаж. У нас данные на сегодняшний момент имеются только за третий квартал 2020 года, поэтому их можно сравнить с объемом продаж за 2019 год, за аналогичный период, и сделать вывод. Так вот, за январь-сентябрь 2020 года было продано автомобили на сумму 16 миллиардов рублей. А за январь-сентябрь 2020 года автомобили было продано на 17,3 миллиарда рублей. Соответственно, в сопоставимых ценах, то есть с учетом удорожания, можно сделать вывод, что количество проданных автомобилей в рознице увеличилось на 4%. Ситуацией на рынке транспортных средств делятся продавцы одной из самых востребованных у российского потребителя марок «Лада». За период 2020 года они пережили несколько сложных моментов. В апреле период самоизоляции запрещал им запускать посетителей в торговый зал. И ноябрь – временный дефицит автомобилей отечественного производства из-за необходимости обеспечения государственных программ. Несмотря на то, что мы были закрыты целый месяц в апреле, продажи не упали. То есть мы продали ровное количество, там, 1850 автомобилей мы продали за прошлый год и 2020 год. Я думаю, что если бы мы работали даже в апреле, мы бы чуть-чуть увеличили эту цифру. Единственное, конечно, ощущался дефицит автомобилей, потому что у завода был госконтракт большой. Это касалось всех брендов в нашей компании. Соответственно, потребитель хотел больше автомобилей, понимал, потому что рубль постоянно падает, и цены растут, и цены неоднократно поднимались на автомобиле. Там незначительные, но все-таки, так как производитель тоже зависел от поставщиков запасных частей, ему приходилось повышать немного цены. Соответственно, и потребитель хотел купить как можно скорее. Мы, как могли, спрос удовлетворяли, да, все, что мы получали от завода, мы тут же продавали. Вот сейчас у нас картина немного выравнивается, то есть стоки мы пополняем, приходят и дефицитные автомобили, такие как Ларгусы, Нивы 4х4, которые сейчас уже легенда, Нивы-легенда. Это самые востребованные автомобили, да, но, конечно, на первом месте по продажам у нас Гранта, на втором месте Веста, и вот сейчас как раз завод восполняет вот этот пробел. При этом в течение прошлого года цены на отечественные автомобили менялись 7 раз. Все это шло в сторону повышения. Увеличение розничных цен, по всей видимости, было и у других игроков на четырехколесном рынке региона. Даже как и недвижимость, цены на автомобили тоже подросли. За 2020 год стоимость легковых автомобилей в Саратовской области увеличилась на 6%. Стоимость автомобилей в Российской Федерации за это время выросла на 7,5%. В субъектах Российской Федерации по Приволжском федеральном округе цены выросли на автомобили на 7%. По словам наших собеседников, за прошлый год увеличилось количество желающих отдать свою машину в отдел вторичного рынка, который сейчас существует у многих автосалонов. Таким образом, они стали обналичивать деньги, вложенные ранее в движимое имущество. Продолжение следует...